Департаменту транспорта мэр сегодня дал два поручения. К главе города обратились жители Ленинского и Калининского районов с просьбой восстановить остановочный павильон у гаражного кооператива и сделать пандусы на тротуаре, который ведет к поликлинике. Подробности в репортаже Александра Потенихина. От ближайшей остановки до гаражного кооператива на улице Большой больше полутора километров. Дорога для пешеходов – обычная тропинка, которая проходит по обочине. Путь до гаража для 70-летнего Бориса Максимовича превращается в испытание. У пенсионера болят ноги. Идти пешком, да еще не по тротуару, очень сложно. В предприятии здесь тьма, значит, гаражи более 500, значит, частный сектор есть, который, значит, какие-то проблемы решал, пока эта остановка была. Как только убрали, и проблемы стали появляться. Да не то, что появляться, они реальные. Раньше до гаражного кооператива ходил общественный транспорт. Здесь была остановка. А теперь притормозить автобус или нет, остается только гадать. Остановочного павильона нет. Борис Максимович хочет, чтобы остановку оборудовали по правилам. В решении проблемы помогает Анатолий Локоть. На личном приеме Борис Максимович рассказывает мэру о своей проблеме. Глава города тут же дает поручение департаменту транспорта. Установить павильон и сделать остановку. Еще один транспортный вопрос мэру задает Ирина Мусина. Около года назад она стала бабушкой. Теперь женщине часто приходится ходить с внуком в 29-ю поликлинику в микрорайоне Родники. Подъезжая к поликлинике, очень сложно с коляской двигаться. Ну вот поэтому, казалось бы, небольшое расстояние, но на самом деле приходится коляску поднимать. А уж не говоря об инвалидах, которые часто тоже ездят в поликлинику, и поэтому, конечно, проблема вот немножечко вот такая. Город с каждым днем становится доступнее и удобнее. Пандус для инвалидов, мам с колясками и детей с велосипедами сделают в микрорайоне Родники уже в августе. А остановку на улице Большой постараются установить в течение лета. Тем более, в этом году на этой дороге запланирован масштабный ремонт. Александр Потенихин, Денис Савинский, Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok